Вифлеем, город на западном берегу реки Ордан, находится под контролем Палестинской национальной администрации. Столица палестинской провинции Вифлеем, в исторической области Иудея, центр паломничества и туризма, расположен примерно в 8 километрах к югу от центра Иерусалима и в настоящее время фактически граничит с ним население 24 949 человек, площадь 5 4 квадратных километра. Вифлеем, священный для христиан город, второй по значимости после Иерусалима, потому что здесь, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. В городе проживает одна из старейших христианских общин в мире, хотя в последние годы ее численность сократилась вследствие эмиграции. Здесь, согласно Библии, родился и был помазан на царство царь Давид. Вифлеем в Библии, для отличия от Вифлеема Галилейского часто упоминается как Вифлеем Ефрафа, Ветхий Завет. Вифлеем упоминается в священном писании, как «дом Давида» или Ефрафа. По дороге в Вифлеем умерла при родах Вениамина Рахиль, одна из двух жен патриарха Якова, где была погребена, ее гробница до сих пор почитается. В Вифлееме родился царь Давид и здесь он был помазан на царство пророком Самуилом. В Вифлееме и его окрестностях происходят действия книги Руфь. Также город упомянут в книге Еремия. Пророк Михей, живший в восьмом веке до Н.Э., сообщал «И ты, Вифлеем Ефрафа, моли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение изначало одни вечных». Христиане относят это пророчество к Иисусу Христу, Новый Завет. Вифлеем наиболее известен тем, что в этом городе, согласно Евангелиям, произошло Рождество Иисуса Христа. Волхвы увидели звезду над городом и пришли поклониться будущему царю, принеся дары, золото, ладан и смирну. Однако после того, как царь Ирак приказал убить всех младенцев мужского пола, святое семейство покинуло Вифлеем и скрылась в Египте история города. Вифлеем – небольшое селение в Иудее, пережило в целом те же исторические события, что и вся святая земля. Поэтому для подробного ознакомления следует обратиться к истории Израиля. Древний период Вифлеем – один из самых древних городов на Земле, основан примерно в 17-16 веке до Н.Э. В земле Ханаанской сначала в городе проживали Ханания, после Иудеи. Византийский период в Вифлееме во II веке после Второй Римской Иудейской войны. На месте Рождества Иисуса Христа римляне поставили святилище Адонису, которое простояло до посещения Палестина святой Еленой, матерью I императора христианина Константина. На месте языческого святилища в 326 году был построен первый христианский храм. Во время восстания самаритян храм Рождества Христова был разрушен, но после его подавления Юстинианом Великим в 529 году здание было восстановлено. В 614 году город был захвачен персами, но храм устоял. В 637 году Вифлеем был захвачен мусульманской армией. Однако, Второй Халиф Ислама Умар ибн Хаттаб оставил храм во владении христиан. В период крестоносцев несколько веков Святая Земля находилась под влиянием мусульман, что вызывало недовольство в христианской Европе. В 1095 году по инициативе Папы Римского Урбана II был организован первый крестовый поход. Главной его целью было освобождение Иерусалима, Вифлеема и Назарета. В 1099 году Иерусалим был взят крестоносцами и три самых святых для христиан города вошли в Иерусалимское королевство, которое просуществовало до 1291 года, несмотря на то, что сам Иерусалим был взят Саладином еще в конце 1187 года. Хотя сам Саладин и его потомки терпимо относились к христианам и был даже открыт свободный доступ всем христианским паломникам в Святую Землю, крестоносцы неоднократно предпринимали попытки снова захватить Иерусалим, османский и египетский период. С 1517 года до конца Первой мировой войны Иерусалим, Вифлеем и Святая Земля в целом были частью Османской империи, за исключением десятилетнего перерыва, а с 1831 по 1841 год, когда Палестиной владел гипетский хидив Мухаммед Али, за исключением нескольких периодов доступ в город христианам-паломникам был открыт. Однако само путешествие было небезопасным, многие погибали по пути в Святую Землю, в 1867 году город имел население, человек преобладали православные и католики, было также 300 мусульман и 100 протестантов, не считая нескольких армян. Отказ Османской империи предоставить России руководство христианскими храмами в Святой Земле был поводом для начала Крымской войны. С конца XIX века начался распад Османской империи и ее влияние на жизнь в Вифлееме, как и вообще в мире, стало постепенно снижаться. Британские мандаты позднее в 1918 году, в ходе Первой мировой войны, Вифлеем был занят английскими войсками. В 1922 году, после распада Османской империи, Вифлеем стал частью Британской Палестины. В 1947 году, с образованием государства Израиль, Вифлеем и Иерусалим стали особыми анклавами под юрисдикцией ООН. В 1948 году, в ходе рабо-израильской войны, Вифлеем и Восточный Иерусалим перешли под контроль Ордании. В 1967 году, в ходе шестидневной войны, Вифлеем и Восточный Иерусалим были захвачены Израилем и перешли под его контроль. В 1995 году, согласно мирным договоренностям, Вифлеем перешел под контроль палестинской автономии и стал столицей провинции Вифлеем, где проживает около 180 тысяч человек. В 2000 году в Вифлееме прошли празднование двухтысячелетия христианства, когда город посетили многие руководители государств и различных христианских конфессий, в том числе святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Достопримечательности Основная достопримечательность города это пещера Рождества, величайшая христианская святыня, где родился Иисус Христос. Над пещерой построена базилика Рождества Христова, которая находится на площади, если и снаружи больше похожа на небольшую крепость, чем на храм. Базилика построена в 326 году при Святой Елене, в 529 году церковь была разрушена во время восстания самаритян против Византии. Сразу после подавления восстания император Юстиниан Великий восстановил ее и значительно расширил. В городе и окрестностях есть множество святых исторических мест, основные из них – святые места в самом Вифлеемье. Гробница Рахили на въезде в Вифлеем со стороны Иерусалима, на Старой Хевронской дороге, почитается иудеями, христианами и мусульманами. Прямо под базиликой Рождества Христова расположены пещеры Рождества, пещера святого Иеронима. Здесь он прожил десятки лет и здесь же был похоронен. Пещера вифлеемских младенцев Базилику Рождества Христова окружают. Православный греческий монастырь примыкает с юго-востока. Францисканский монастырь с церковью Святой Екатерины, главным католическим храмом города, примыкает с севера. Армянский монастырь примыкает с юго-запада. Молочная пещера, расположенная неподалеку от базилики Рождества. Колодцы царя Давида, из которых по преданию царю Давиду принесли воду три его храбрых воина во время битвы с филистимлянами, находятся на территории католического социального центра. В 1895 году рядом с колодцами были найдены остатки Византийской церкви. Святые места поблизости от Вифлеема. Поле пастушков, расположенное в Бейт-Сахуре и в одном, пять километров к востоку от Вифлеема. Здесь ангелы возвестили пастухам о рождении Христа. Пещера, которая служила пастухам-ночлегам в рождественскую ночь и в которой они похоронены, в настоящее время является криптой церкви православного греческого монастыря пастухов, являющегося подворьем лавры святого Сава Освященного. Рядом с криптой находится современный греческий православный храм. Древние развалины в церковном дворе. По преданию, считаются остатками башни Гайдер, упоминаемые в Ветхом Завете. Считается также, что здесь же было поле Вауза, на котором Руфь собирала колоссия, католический храм Слава Вышних Богу, построенный в честь явления пастухам-ангелов, возвестивших о Рождестве Спасителя. К востоку от Вифлеема, недалеко от поля пастушков, православный греческий монастырь Лей Пророка, расположенный на полдороге из Иерусалима в Вифлеем, православный греческий монастырь Святого Феодосия Великого, расположен в 11 километрах к востоку от Вифлеема. На территории монастыря есть пещера, в которой, по преданию, останавливались волхвы, приходившие поклониться родившемуся Христу. Лавра Святого Савва Освященного расположена примерно в 15 километрах на восток от Вифлеема. В Иудейской пустыне исторические места. Крепости Родион, которую построил Иерат Великий, правивший в Иудее во время рождения Христа и приказавший, согласно Евангелию, совершить избиение младенцев, расположено в 5 километрах к юго-востоку от Вифлеема. Пруды Соломона, расположены около дороги из Вифлеема в Хеврон. Три огромных резервуара для сбора воды, часть древней системы водоснабжения Иерусалима. В Вифлееме есть улица Путина, получившая такое название при официальном визите российского президента В. Путина в Палестину в июне 2012 года, на которой тогда же был открыт Российский Центр Науки и Культуры и с 2013 года также строится Культурно-деловой Центр России. Современный Вифлеем. Политика и безопасность. Вифлеем расположен на западном берегу реки Ордан, на территории, которую оспаривают Израиль и палестинская автономия, добивающаяся полной независимости. Это обстоятельство часто создает неспокойную обстановку в городе. Вифлеем отделен от Израиля бетонной разделительной стеной. Чтобы попасть в город, надо пройти через контрольно-пропускной пункт. При проходе в сторону Вифлеема проверка сравнительно нестрогая. При проходе в сторону Иерусалима досмотр примерно, как в аэропорту, религии и населения. В конце 1940-х г.г. во время образования еврейского и арабского государств жителями Вифлеема были в основном арабы-христиане. Однако, во второй половине XX века происходила массовая эмиграция христиан из Палестины и с Ближнего Востока вообще в Западную Европу и Америку. В 2001 году доля христиан среди жителей Вифлеема составляла по разным данным от 15 до 20%. Наука и образование в Вифлееме находится Вифлеемский католический университет, а также обычные школы. Вифлеемский католический университет был основан в 1973 году и в данный момент количество студентов превышает 2200 человек. Несмотря на название, в университет может поступить человек любой веры. С 1988 по 2008 год президент Вифлеемского католического университета Мишеля Сапцаббах исполнял обязанности латинского иерусалимского патриарха, став первым арабом главой католиков латинского обряда на Святой Земле. Климат Вифлеем расположен на возвышенности на высоте 760 метров над уровнем моря, поэтому климат немного прохладней, чем в низинах. Температура января плюс 9 градусов с июля-августа, плюс 23,5-24 градуса Цельсия. С мая по октябрь стоит сухая и жаркая погода, практически без осадков. Зимой осадки выпадают в виде дождя. Снег выпадает крайне редко и не каждый год. Среднегодовая норма осадков – 570 мм дневные температуры зимой, плюс от 12 до 14 градусов Цельсия, летом около плюс 30 градусов Цельсия. Относительная влажность колеблется от 75 до 80% зимой до 35 до 40% летом. Города Побратимы Вифлеем является городом-побратимом следующих городов. Факты. Согласно местному закону, мэром Вифлеема должен быть христианин. Более 10 населенных пунктов в США названы в честь Вифлеема. Несколько городов имеет название Билен. Это испано-португальский вариант названия. В Галилее есть поселок Бейтлейх-Мхаглилит. Слово «бедлам» также имеет прямое происхождение от названия города Вифлеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова